Кремлевская атака на оппозицию и свободное гражданское общество призвано запугать людей, чтобы они не выходили на митинги, не выходили на демонстрации и вообще держали язык за зубами, пока ГБУХа творит свое черное дело. Сегодня, 30 октября 2012 года, граждане вышли в Новопушкинский сквер, чтобы сказать «нет» надвигающимся путинским репрессиям. Темнота и ледяной дождь. Сама погода характеризует режим, идущий по чисто конкретной уголовке. Для того, чтобы удержать власть, нужно сажать, причем показательно и жестоко. Акименкова, слепнущего в матросской тишине, держат в наручниках. Развожжаева дерзко похитили в Киеве. На Удальцова и Навального состряпан НТВ-шный фильм, позволивший развязать волосатые руки Мюллера Бастрыкина. Юрий, вы, как всегда, с плакатом, как всегда, протестуете. Не надоело? Для нормального человека это состояние души. Я считаю, что надоесть – это значит сломаться, значит опустить руки и понять, что сделать ничего невозможно. И несмотря на то, что я это слышу каждый день, зачем вы плеть и обуха не перешибешь, власть все равно свое возьмет, я буду бороться до тех пор, пока у меня будут для этого силы. Даже если это будет отрицательный результат, а я верю в положительный, я буду делать все, что в моих силах. Делай, что должно и будь что будет. Есть, собственно говоря, два способа – либо сидеть по кухням, либо менять этот режим. Других вариантов, по-моему, у нас уже не осталось. Мы, страна совершенно очевидно, белорусизируется, да, мы идем по пути Белоруссии. Впереди у нас, дальше у нас будет Ливия, это все совершенно очевидно. Режим все больше деревенеет, все больше костенеет, мы все больше сваливаемся в авторитаризм. К чему это приведет, мне сейчас сложно уже сказать, сложно строить какие-то прогнозы. Гражданское общество предупреждает. Статья 278 УК РФ. Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушении Конституции Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. И это последнее предупреждение. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.